Пирожки 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 Татьяна Александровна, с удовольствием поздравляю вас с маленьким юбилеем. Что пожелать тебе, не знаю, как говорится в старом стихах, ты только начинаешь жить. Младенцы пять лет. С вашим младенческим возрастом так держать, жгите дальше, чтобы все было вообще в елку. И будем кушать правильно. Ну, растить. Что, растить? Живатый. Тогда мы доживем до 30-летнего юбилея. Однозначно. Спасибо большое за поздравления, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья, любители и почитатели уральской кухни на телеканале Евразия в день ее дня рождения, ее пятилетнего юбилея. И здравствуй, дорогая Анжела Харитона. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня Анжела не просто пришла что-то нам оригинальное приготовить, потому что рецепт ее, конечно, входит в золотую копилку уральской кухни. Она пришла еще и нас поздравить этим блюдом и сделала, в общем-то, ну вот, сделала такую точку большую, крупную над тем, чтобы нас поразить какими-то блюдами, связанными с тыквой. Ну, конечно, конечно. Потому что Анжела обожает тыкву, да, и я тоже ее полюбила. Так что продолжаем тыквенную тему. Вот, везде у нас тыквы и вот эти грибочки тыквы, и вот эти собственные варещины. И что ты будешь делать в рассказе? Посмотришь с виду, не арбуз, а какова она на вкус. Сейчас, не мудрствуя лукаво, мы приготовим браво и запеканку, и салат, пюре, икру, и кашу, и каждый зритель будет рад. И с тыквой блюдом наши чудесные стихи собственные, что ли? Ну, практически. Читать умеем, значит, наши. Тыкву у меня. У нас еще какое-то блюдо. Еще у Татьяны Александровны. И нам, конечно, нужен лук. Наш любимый репчатый лук головкой. Вырастили чего-нибудь лук или так его закупаете, Анжела? Ну, какой-то вырастили, какой-то закупаем. Ну, мы тоже сами. Понятно. Сковородка у нас с вами уже вовсю швыркает. Ждет, когда мы туда отправим нашу тыкву. Да, любимая наша тыква. Тыква с луком жарится. То есть у нас с вами жарится тыква с луком. И нам нужно приготовить следующее из людей. Это у нас с вами курыные уральские яйца. Мы с вами разбиваем. На хорошую сковородку 3-4 яйца надо. А ну, что Анжела какое? Она говорит чеченский. Да, да, это подарили. Мы служили в Заполярье. И нам подарили наши сослуживцы. Солим немножко. Три яйца, да, взбиваем, но сильно в пену не делаем. Просто смешать, чтобы желток с дурком. Все. Можно. Любимую зеленуху. Это вот мой сельдерей выращенный на своем участке огородно-садовом. Нас всегда спрашивают у тебя, наверное, тоже, когда вы еще работаете на своих дачах. Ну, когда-то работаем. За мной саму там все хорошо. Как у меня мама говорит, захочет вырасти, вырастет. Все. Мамочка, привет тебе, моя любимая. Захочет вырасти. Я тоже передаю Айне Ивановне привет, Анжелины маме, потому что это моя учительница. И слава богу, что она жива, здорова и большой ей привет. Вот у нас с вами уже пожарилась тыквка. А нам у нас немножко остыть. А я не могу не блеснуть твоим вверх. Это твой вверх? Да. Да, да, да. Посмотрите, какое это произведение личного. Ручек, ручек. Да, наших шаловиков, рукодельных. Это мы делали для нашего фестиваля «Рубцовская осень». И вот сейчас мы должны с вами не яичную смесь вылить в сковородку, это уже будет яичница с тыквой. А наоборот, мы должны с вами в эту смесь переложить потихонечку. Видите, как красиво смотрится? Да, очень красиво. И даже моя тупорыленькая тыква. И еще она там прижилась. Прижилась, все как раз нами стало. И вот теперь мы с вами должны искупать нашу тыковку в этой яичной смеси, чтобы каждый-каждый кусочек был как в мансе, в этом белке, желтке. Вот сюда мы с вами добавляем уже зеленуху. Смотрите, какая красота, да? Да, очень красивая. Я специально приготовила такую прозрачную стеклянную салатницу, чтобы было зрителям видно. И теперь мы с вами уже отправляем эту смесь всю на сковородку обратно. То есть тыква вот в этой яичнице, да, получается, уходит, а вот в взбитом, да, уходит снова на сковородку и жарится. И как долго она жарится в жизни? Ну, как жарится яйцо, потому что тыква у нас уже готова, правильно? Да. Лук готов, тыква готова. Яйцо всегда очень быстро. Нам нужно все-таки прикрыть вот этот первый слой, прикрыть крышкой, чтобы верхушка тоже у нас схватилась. Потом мы будем ее переворачивать. То есть не с одной только стороны мы с вами жарим, а как тортильную настоящую или наш уральский драник, мы с вами потом ее перевернем. Она будет жарена с двух сторон. И она будет как вот... Как торт. Как даже пицца получается. Как пицца наша уральская. А как дети-то любят. Скажи пиццу, и дети радуются. Они любят пиццу, да? Да. А вот все остальное для них как-то это и мало понятно. А вот все и в форме пиццы, как какого-нибудь панкейка, как недавно они меня учили. Кексика. Кексика, да? Да, панкейк, они говорят это. Ну, вот видите, новое слово появилось у нас на уральской кухне – панкейк. Это те же блинчики, но только с бананами вот перетертые, да? На бананах. А оладушки, они есть оладушки. Как у Шекспира. Хоть розу ты розы назови, все равно будет пахнуть розой. Такое-то. Смотрите, какая красота получает. Да, красота неожиданная. Получается прям действительно как бы один из коржей торта, да? Да. А это мы тортилья. То есть все, что круглое, это все тортилья. Там есть тортилья, которые готовятся с пшеничной муки, из риса есть, которые готовятся с разными наполнителями. А вот фриттата, я вообще удивилась, что мы, наверное, эту фриттату едим с вами каждый день, особенно летом. Это томаты наши, помидоры, жареные в яйце. А мы едим с вами, не знаем, что это фриттата. Я прям получаю фриттата. Да, да, да. Это фриттата, фамильный фритт. Сплошная фриттата. Ну вот, видите, то есть вот это блюдо, в общем-то, должно стать моим блюдом, да? Оно вегетарианское у нас? Ну, если не считая яиц. А, ну, опять же. Это веганы, веганы отрицают, кажется. Отрицают, да, ну, мне кажется, нет. А какое было? Мы с ними договоримся, да? Да, да, да. Веганы уже, мне кажется, не отрицают. Ну, и, как всегда, блюда у нас тоже похожие на тыквенную. Как и наша тыквенная скатерть, которая приехала вместе с нами на теплоходе из города, по-моему, Костромы. По-моему, Костромы. Вот, смотрите, как у нас получился с той стороны, видите? Видим. Так, и теперь мы отправляем снова на сковородку. То есть, вы посмотрите, посмотрите, как он... Здесь уже нет ни сода, ничего, никого нет. Нет, мам, нет. Ничего не добавляют. Абсолютно, вы же видели, что мы не добавляем. В таком наполнении, нашими уральскими специями, она дает очень прекрасный вкус, аромат. Это блюдо, ну, блаженство. Понятно. А когда он подается, то используются там что-то? Ну, дети вот у нас любят, то майонез, некоторые любят там соевый соус. Ну, не портите вы майонез хорошие продукты, а? Майонез. Отставьте вы для другого случая. Для пиццы, там, для американских каких-то хот-догов. Это блюдо, это как в такой степени, оно самодостаточное, не надо портить его майонезом. Тогда можно добавить сало. Сало? Конечно, сверху разложили кусочки сала. Лучше добавьте нашу урскую какую-то фигуру. Колбасу, конечно. Конечно. Так что, дорогие друзья, принципиально отказываемся от портить. Нет, нормально, да, мы отказываемся. Проверяем патриотизм и заменяем его салом. Вот такое решение приняли мы на уральской кухне, и кто хочет, нас поддерживать. Все, комфортно. Ой, какая красота выходит на это самое. Посмотрите, дорогие, ну, презентуй сама. Опять-таки, готовые наши кусочки черного хлеба, которые можно натереть чесночком с одной стороны, да? Перчиком. Перчиком, да. Обязательно мы с вами перчем. Я сразу разрешу. Да, конечно. Знаете, что мне еще нравится в этом рецепте? Что он хорош и как в горячем виде, и в остывшем. Смотрите. Ой, как красиво получается. Чесночка черного хлебушка, нашего, бородинского, горского, приготовленное с любовью по всем канонам хлебопечения. Вот, и вот так будет смотреть, смотрите. Ну, какой майонез? Точно. Зачем? Точно. Аромат. Майонез, когда это, наверное, что-то невкусное сделал. Ой, какой аромат у этого блюда. Вкусно, красиво, просто. Дорогие хозяюшки, готовьте своим любимым на завтрак вот такую тортилью, и вам обеспечено новое жерелье кушеку. Я вам обеспечена. Уральские самоцветы. Да, да. Уральские самоцветы вам обеспечены. А я, в свою очередь, хочу поблагодарить Анжелу за такое активное участие, за украшение нашей уральской кухни блюдами казачьей уральской кухни. В путешествии за которыми она едет сама, лично, и привозит нам вот эти уникальные рецепты. Я хочу подарить ей торт уральская кухня, который нам презентовал Орский хлебокомбинат. Поздравляй нас с этим праздником. Спасибо, Анжелу. Уральская кухня. Ну, как похудеешь, вот, Статьяна Александровна, а? Уже шьем-шьем наряды, шьем сарафаны, кокошники, а она нас вот лакомит. Ну, вы же знаете любимого тела и так далее, и так далее. И поскольку Анжела путешественница, путешественница, то, конечно, ей в дорогу не такой чайник. Это очень нужный, полезный и своевременный подарок. Вот именно. Это то, что нужно, то, что нужно. То, что нужно. Ну, а теперь мы поднимаем тыквенный сок за процветание уральской кухни. Пускай уральская кухня процветает, пускай ее горизонты расширяются. Дарим вам на много лет тыквенный ирунитет. На этой очень хорошей тыквенной ноте, дорогие друзья, с тортом уральской кухни, с прекрасной тортильей из тыквы, мы с вами прощаемся. С вами была Анжела Харитонова, автор нового проекта в городе, замечательного, театрализованного проекта «Крылья», к которому могут присоединиться все, кому за. Правильно? Да. Кому за. Вот. И поучаствовать в новом замечательном проекте. И я, автор и ведущая уральской кухни, Татьяна Фрик. Субтитры подогнал «Симон»